здарова народ это видео целиком полностью посвящена вакансиям работе все вакансии бесплатны для работников с украины а также те кто находится в польше эта фирма которая сейчас расскажу она делает приглашение то есть вы можете также обратиться получить бесплатно приглашение поехать на работу в польше поэтому поехали первого конца это работники на производство деталей для автомобилей я буду вкратце озвучивать более детально вы сможете посмотреть в описании обязательно смотрите описание видео там будет ссылка на контакты или описание вакансии и прочая полезная информация так вот на производство деталей для автомобилей нужны мужчины женщины или семейные пары до 50 лет место работы бродница дальше обязанности обслуживания станкового оборудования сырье заготовка запуск программы короче обучает ребят обучает первой неделе работы нужно будет контролировать качество но это я так понимаю завод какое-то предприятие требования развитые мануальные способности переносимость высоких температур температура это важный момент потому что если кому-то слишком жарко ну не стоит в цеху 26 28 градусов тепла 11 золотых в час страховка нужно и потом в дальнейшем будет повышение до 12 золотых часто на втором месяце работы жилье 300 золотых в месяц оплачет работник рабочая одежда предоставляется за счет фирмы на все наши вакансии знание польского языка не обязательно польская рабочая виза может быть минимум 5-3 месяца то есть можно по без визу но также еще раз повторюсь вы можете получить приглашение бесплатно для того чтобы сделать визу следующая вакансия работники на сбор шампиньонов кто хочет собирать грибы пожалуйста есть вакансия место работы моджев и воз в лошаковицы ёпта это мазовецкое воеводство и великопольское воеводство господи боже мой я уже забыл все названия короче желательно женщины или семейные пары возраст до 40 лет ответственность аккуратность рабочая виза минимум 4 месяца траляля мы предлагаем от 40 до 70 грошей за килограмм шампиньонов в короче месяц можно заработать 2-3 тысячи злотых ну в общем как будете интенсивных собирать выходной по договоренности шефом бесплатное жилье недалеко от места работы легальная работа окей контакты внизу помним следующий бесплатно вакансии меня это упаковщики в город элк мужчины обязанности подготовка товара для упаковки упаковка товара по процедуре этикирование сохранение товара требования развитая способность переносимость низкие температуры до 5 градусов и сам книжка или готовность оформить ну в принципе стандартные требования как везде сам книжка 100 злотых написано высчитывается зарплата польский язык нужно понимать траляля короче мы предлагаем умово опрация зарплата около 2000 злотых жилье предоставляется 160 злотых месяц высчитывается зарплата и так фирма предоставляет рабочую одежду и обед завтрак и обед а еще жилье только есть момент нет авансом на этой вакансии нужно иметь с собой запас каких-то денег контакты будут внизу друзья следующего конца тоже в город элька выкройщики на разбор свинины короче мясники разбор свинины освещения ну в общем кто хочет поработать ножом кто очень злой пожалуйста идти на эту вакансию брешьте свиней ну типа кромсайте их там но это жесть конечно но может любители есть я не знаю ну как бы требуется приветствуется опыт на похожей должности тоже температура низкая до 5 градусов это морозильники потому что работа с продуктами сан книжка вычитывается зарплаты польский язык надо понимать и рабочая виза минимум там четыре с половиной месяца в принципе они всегда договорят минимум четыре с половиной но так как работники требуется много то всегда идут на встречу людям и с визами у которых осталось меньше времени зарплата около 2100 злотых жилье предоставляется 160 злотых месяц вычитывается зарплата добираться на работу надо самостоятельно зато завтрак и обед предоставляется за счет фирмы рабочая одежда предоставляется авансом нет а теперь любопытная вакансия на для строителей для тех кто любит заниматься стройкой реставрацией фирма ищет в город шерстен кажется правильно зал это шленское воеводство на реставрацию старинного замка разнорабочие в общем задание помочь столярам каменщикам специалистам при реставрации замка уборка короче ребята все кто хочет на стройку или не может найти другую вакансию другую работу пожалуйста вакансия разнорабочего на реставрацию замка рабочая виза минимум три месяца то есть можно по биометрии условия 10 злотых на старте далее 11 злотых в час около 260 часов работы в месяц 10 часов в день жилье недалеко от места работы 300 злотых оплачивать работе легальная работа контакты внизу в описании и последнюю на сегодня вакансия в город старгород гданский нужны столяры требования опыт работы столярам на производстве мебели минимум полгода желание работать знание польского не обязательно мы предлагаем 13 злотых чистыми на первые пробные дни работы далее будет 14 злотых в час на производстве мебели всегда повышенные ставки на более высокий чем на простых вакансиях 250 часов рабочих в месяц жилье недалеко от работы работник оплачивает 300 злотых это все легальные вакансии ребят по поводу контактов смотрим ссылки в описании мои друзьяшечки в общем то я долго думал что делать дальше с каналом и принципе на нем будет периодически появляться видео именно по вакансиям поэтому заходите просматривайте если интересный поиск работы все вакансии напоминаю пока будут бесплатно ну с моей стороны вот а на данный момент вы можете уже перейти тоже по ссылке в описании там будет ссылка на группу фб именно группа в поморском воеводстве гданский дыня с опыт вакансии люди сами выкладывают типа ищут работников и так далее просто общение поиск работы и все такое бесплатно так же хочу вам предложить уходить из века потому что века ребята сдох на украине как бы века уже мало кто сидит мало кто заниматься если вы ищите работу ищите больше в фейсбуке в фейсбуке много всяких групп кроме моей которым предлагают бесплатные вакансии если вы в поиске работы вот так и вдруг какие-то вопросы еще может быть кому-то нужна помощь с работой с типа поищи за меня работу то в принципе можно обращаться тоже ко мне лично оставлю ссылки и так все до свидания всех благ удачной работы в польше пока пока